Самая масштабная в истории США трагедия с применением огнестрельного оружия. Так назвали произошедшее этой ночью на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. С 32 этажа фешенебельного отеля киллер открыл беспорядочную стрельбу по людям. Около 60 человек погибли, свыше 500 ранены. Дмитрий Анопченко обо всех деталях этой кровавой ночи. Весь сегодняшний день Америка задается вопросом, можно ли было предотвратить то, что случилось в Лас-Вегасе. И ответ силовиков, мы не могли этого предусмотреть. Территорию, где проходил музыкальный фестиваль, взяли под усиленную охрану, но стрелок пронес оружие в гостиничный номер на 32 этаже расположенного рядом отеля Мандалай Бэй и оттуда открыл беспорядочный огонь по зрителям, стреляя из окна. Люди в панике бежали, куда глаза глядят, до последнего не понимая, откуда летят пули. Началась стрельба, и все думали, что это фейерверк или что-то вроде того. Затем все стали падать на землю, и каждый раз, когда кто-то пытался встать, мы слышали выстрелы. Было очень страшно. Я поднял свою жену, и тут же подбежали два парня с окровавленной девушкой на руках. В нее, видимо, стреляли. Спецназ уже через четверть часа добрался до номера, где засел киллер. Выломали дверь, преступник погиб при штурме. Его личность установили сразу. Мужчина зарегистрировался в отеле под своим именем. Его зовут Стивен Пэддок. Год рождения 1953. Что касается его истории, мы еще не полностью изучили этот вопрос, но в комнате, где он жил, найдено много оружия. Киллер из местных. Жил в доме для престарелых. В базах данных за всю его жизнь не нашли ничего криминального, кроме нескольких штрафов за неправильную парковку, ни связи с криминалитетом, ни симпатии к радикалам, ничего. Поэтому и стали отрабатывать бытовые версии. И для следователей стало полной неожиданностью заявление исламского государства. Мол, берут на себя ответственность. А стрелявший несколько месяцев назад якобы принял ислам. Так ли это? Сейчас выясняют у тех, кто знал Пэддока. А вот ответ на вопрос, как он пронес оружие в номер, уже понятен. У входа в отель нет металлоискателей. Постояльцы могут спокойно поднять на лифте свои чемоданы прямо из прилегающего к отелю гаража. Пэддок при поселении был только с ручной кладью, не вызвал подозрений, а потом забрал из машины и поднял в номер спортивные сумки с оружием. И начал стрельбу. Стрельба в Лас-Вегасе. Самое масштабное преступление с использованием огнестрельного оружия за всю историю страны. Даже два года назад, во время расстрела посетителей в клубе в Орландии, жертв и то было меньше. И для Америки сейчас очень важно сделать выводы. Что предпринять, что сделать, чтобы не допустить подобного? Но ответа пока нет. Ведь свободная продажа оружия принципиальный момент. Как для республиканцев, так и для самого президента Трампа. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Интер.